Вишкороле с успехом прошел первый межрегиональный фестиваль воздухоплавания «Легкие люди». В течение четырех дней в окрестностях столицы Мрел то и дело появлялись в небе огромные воздушные шары. Впрочем, те, кто не успели вовремя в фестивале полетать в корзине аэростата, могли увидеть музыкально-световое шоу шаров на Патриаршей площади. Обо всем по порядку в нашем материале. Георгий Зименко из Нижегородской области – один из немногих воздухоплавателей России, кому в свое время покорилась высота в 5000 метров. Горячая работа в прямом смысле слова. Чтобы поднять аэростат у неба, пилоты используют принцип, основанный на законе Архимеда. Подъемная сила – это заключенный в оболочке шара нагретый воздух с плотностью меньшей, чем плотность окружающего воздуха. Это спортивная аэростата объемом 2000 метров кубических, очень быстрый и надежный. Какие основные условия совместных полетов? Во-первых, это вертикальные скорости ограничиваются, где-то полтора метра в секунду. И, конечно, стараемся не задевать друг друга. Каждый день фестиваля ранним утром и вечером воздухоплаватели замеряли ветер и решали, куда выдвигаться на старт. Иногда из-за плохой погоды полеты приходилось переносить, безопасность превыше всего. Впрочем, это не испортило впечатление от фестиваля ни у тех, кто наблюдал совместные полеты трех, четырех, пяти шаров с земли, ни у тех, кто наблюдал за всем происходящим с неба. Это дополнительный опыт. Как говорится, всегда любое дело со временем начинает надоедать. И нужно что-то такое, какое-то новшество включать, вводить. И вот это следующий шаг, чтобы полеты стали намного интереснее. Фестиваль «Легкие люди» поддержали не менее легкие на подъем бизнес-партнеры, а также Комитет Республики Морел по туризму и Авиационно-спортивный клуб ДСААФ России в регионе. На Патриаршей площади мастер-классы от пилотов для всех желающих, жителей республики и туристов. Здесь шары в небо уже не поднимались, однако и сам процесс подготовки аэростатов в самом сердце и шкалы многих просто завораживал. «Интересно что-то новое, но побольше бы таких мероприятий». «Впечатления очень эмоциональные, здорово». «Очень хороший праздник, никогда такого раньше не видели. Спасибо большим организаторам за такое мероприятие». Примечательно, но несмотря на то, что столицу Морел – главные участники фестиваля, пилоты видели издалека, они уже успели влюбиться в город. «Все говорили, что очень красивый у нас город, все классно, природа здоровая, очень интересная вилка ветров у нас, полеты красивые. Я искренне надеюсь, что на будущий год будет больше у нас пилотов, больше шаров и то, что наш фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» будут развиваться. Полеты, небо – это здорово». За время проведения фестиваля в окрестностях Ешкар-Алы организовано четыре совместных полета. Желающих почувствовать себя птицей оказалось немало. После фестиваля еще больше в клубе «Воздухоплаватели «Легкие люди» – десятки заявок от тех, кто не пожалел деньги на яркие впечатления. В социальных сетях тысячи фотографий. Проверено на себе, однажды побывав в небе, отчего-то очень хочется подняться туда вновь. Все когда-то происходит впервые. Патриаршая площадь, туристический центр города, впервые стало местным проведением межрегионального фестиваля воздухоплавания «Легкие люди-2016». Республику Мариел поддержали пилоты из Татарстана и Нижегородской области. Впрочем, после завершения фестиваля не завершатся полеты. «Легкие люди» говорят, они будут летать над Ешкар-Алой и ее окрестностями практически круглый год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова